МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Менің әріптесі Маргарет Иванов қадырл келек өрміндер. Алда 1,5 сат көлемінде тобыл таған бағдармасының жұмыс сіздерімен бірге болмақ. Мүміндеттірді дәл оса 90 метр уақыт көлемін ішінде сіздерге көптеген қызықты директорді, жағымдақ параттарды жәнде студиямызға келбі жетін меймандарымызды ұсынуға әзір боламыз. Әріне бағдармайасының әдеттегдей танғы жаттығымыз бен, әсімә әйіндеріміз бен, күмілкейімізі көтері, бейхімізі ашуға өзіндік пір өлесімізі тегізуге тарысатын боламыз. Сол сөптенде біз бірге болыңыздар текележелі аясына қызмет етеміз. 54-39-04, қалымызды көді сейгі жетір зон төртегі. Әріне бірге болыңыздар түсіп әлесі әйіндеріміз бірге болыңыздар түсіп әсіп әлесі әйіндеріміз бірге болыңыздар түсіп әлесі әйіндерімізі. Все верно. Для начала запомните несколько номеров, которые вам точно пригодятся. Во-первых, 54-39-04, номер студии, номер прямого эфира, күді вы можете смело звонить. Только не забывайте код города 8-742. Ну а еще есть номер ватсап, туда можно написать 8-707-233-71-73. Продолжение следует... А урой был жамар на муста. Музыка. 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 на композиции. Оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще небольшое количество спорта у нас ожидает впереди, но не торопитесь пугаться. Выполнять упражнения уже не нужно будет, а вот познакомиться с миром спорта, узнать какие-то интересные факты о жизни спортсменов – это да. Это нам предстоит прямо сейчас в нашей постоянной рубрике. Коллеги постарались, но мы должны все это посмотреть и запомнить. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, дорогие любители спорта. С вами рубрика Рефакта. Здесь мы говорим о спортивных достижениях и рекордах. Поехали. Независимо от того, побит мировой рекорд намеренно или случайно, есть что-то особенное, когда твое имя вписывают на страницы истории. Сегодня расскажем о достижениях из мира спорта всех времен, многие из которых на сегодняшний день омрачены тенью скандалов, но публике нравится противоречивые героя. Первый герой сегодняшней нашей рубрики – Лэнс Армстронг, семикратный чемпион Тур-де-Франс. В 1990-е и по 2000-е годы Лэнс Армстронг был настоящим героем Америки. Поборов рак, он стал живым символом борьбы с этой болезнью и настоящей рекламой исследовательских центров. Среди сотен наград, заработанных спортсменом, особое значение имеет лишь титул с семикратного чемпиона Тур-де-Франс. Он был первым, кто сумел одержать такое количество побед на этой велогонке. До него лишь четыре гонщика смогли выиграть Тур пять раз. Конечно же, теперь всем нам известно, что Армстронг употреблял допинг, но следует отдать дань его упорству. В 2012 году спортсмены лишили всех его титулов, но и по сей день он остается негласным семикратным чемпионом Тур-де-Франс. Следующий герой нашей рубрики – Кэл Сандерсон, безоговорочный личный рекорд по вольной борьбе со счетом 159-0. Для тех из вас, кто не в курсе, Кэл Сандерсон был одним из величайших борцов всех времен. После четырехкратной победы в старших классах Сандерсон переехал в Айово, где продолжил свою беспроигрышную серию боев. Сандерсон выиграл свой первый чемпионат NCAA в 1999 году, стал первым в истории первокурсником, получившим титул самого выдающегося борца чемпионата NCAA. После этого он одержал победу еще в 120 поединках чемпионата NCAA, доведя общий рекорд за всю свою карьеру до счета 159-0 и стал вторым четырехкратным чемпионом в истории этой серии. Сандерсон выиграл золото на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Продолжаем нашу рубрику. Оскар Робертсон. Рекорд трипл-дабл за сезон 1961-62. До появления таких баскетболистов, как Джордан, Коби и Леброн, живым символом баскетбола был Оскар Робертсон. Большой О стал буквально синонимом трипл-дабл. Еще в колледже Робертсон стал первым игроком, который приводил свою команду к победе в национальном чемпионате три года подряд, одновременно с этим признанный игроком года. После окончания учебы Робертсон был назван самым ценным игроком и одновременно новичком года в сезоне 1961-60. Следующий сезон он завершил с показателями 30,8 очков, 12,5 подборов и 11,4 передачи в среднем за игру, что сделало его единственным игроком, которому удавалось сделать трипл-дабл в среднем за игру по итогам сезона. Конечно же, в 1961 году игра сильно отличалась от того, как все происходит на сегодняшний день, но этот рекорд по-прежнему остается одним из нетронутых. Никто так и не смог сдвинуть его с верхней строчки этой категории. Друзья, сегодня на этом все. С вами была рубрика Рефакту. Занимайтесь спортом и удивляйтесь спортивными рекордами. Всем пока, до новых встреч. 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. В июне 1992 года впервые были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории нашей страны, как день рождения новой государственной символики. Флага, герба и гимна. Государственные символы – одна из незыблемых основ государства. В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 4 июня 2007 года о внесении дополнения в указ президента Республики Казахстан и от 20 января 1998 года о профессиональных и иных праздниках Республики Казахстан. 4 июня в Республике празднуется День государственных символов. Поздравляем казахстанцев с этим важным, значимым праздником. Продолжение следует... 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 Какова роль символики воспитания патриотизма и гражданского самосоздания общества? Ну, прежде всего, они воспитывают патриотический дух у молодежи. И когда мы видим наши государственные символы, когда их поднимают на пьедестале, либо их выносят в торжественной обстановке, особенно это касается школьных учреждений, где каждый 1 сентября 25 мая их выносят. И наши учащиеся, прикладывая руку к сердцу, слыша гимн, это все вызывает патриотические чувства. Поэтому роль государственных символов, мы должны понимать, что она очень важная. Прежде всего, она учит нас быть ответственными к своим государственным символам. И если мы с детства заложим нашему поколению, что мы должны уважать, ценить государственные символы, мы ни в коем случае не должны их как-то осквернять. И это чувство будет у ребенка всегда. Он пронесет его до взрослой жизни. И он будет просто восхищаться своими государственными символами с этой целью, видимо. И поэтому мы знаем, что несмотря на какие-либо происходящие в мире события, мы точно знаем, что это наш герб, это наш флаг, это наш гимн. И мы с гордостью об этом везде говорим. Какая работа, кстати, проводится в регионе с целью расширения знаний у населения относительно символов? Получается, ежегодно Управление внутренней политики Акимата Кустанайской области совместно с Департаментом технического регулирования и метрологии по Кустанайской области проводит мониторинг соблюдения размещения и применения государственной символики. Проводятся семинары для местных исполнительных органов, директоров учреждений, госучреждений. Проводится еще, ведется такая работа, это визуальные, в каждом госучреждении или школе должна быть установлена экспозиция, посвященная государственным символам. А где, кстати, можно найти достоверную информацию, как правильно использовать, и что человеку грозит в случае того, что неправильно будет? Имеется закон, в первую очередь это закон о государственных символах, также существует правило применения и использования государственных символов. Данная информация, она в открытом доступе на интернет-ресурсах находится. Ну что же, получается, согласно этим правилам, предусмотрено, если мы нарушаем какие-либо законодательства, предусмотрена административная ответственность. В этом случае административная ответственность могут привлекать местные исполнительные органы. Это они, если, к примеру, специалист отдела внутренней политики обнаружит несоответствие, не размещено там государственный символ, порван, имеются какие-то несоответствия с национальным стандартом, то главный специалист может сделать административный протокол, да, все получается, и выписать административный штраф на усмотрение Акима района. Если же уже у нас государственные символы не расположены, где обязательно они должны находиться, это здание госучреждений, в кабинетах руководителей, то здесь уже протокол административный составляют органы полиции. Это что касается административной ответственности. Также, если уже есть такая статья в Уголовном кодексе 372, это осквернение государственных символов, то там она влечет штраф и лишение свободы до двух лет. То есть, разная структура контролирует, да, и внутренняя политика, следы, полицейские, да, естественно. Да, да. 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 Какие мероприятия ожидают нас в ближайшее время, в том числе и в онлайн формате? Ну, у нас уже запущен челлендж «Минуту». Мой флаг. Вчера Ассамблея народа Казахстана дала ему старт. Он пройдет онлайн. Также, если наша коллега сказала, у нас будет сегодня автопробег, посвященный Дню государственных символов. В городах и акиматах области уже также подключились к челленджам. «Мой флаг». Проводятся информационные дни, символы независимости, герб, гимн, флаг. Челлендж акции. В основном также пройдут велопробеги, мотопробеги. Акции «Мой флаг» у себя дома. Потому как известно, что в прошлом году у нас вступили изменения, что мы теперь свой флаг можем размещать на балконах у себя дома. И вот такая акция в этом году будет проведена, челлендж. Также запланировано у нас, что касаемо, хотела сказать, юбилейного года, 30-летие независимости, так как это тоже оно все вместе связано. Июнь-месяц подходит про тематической линии «Патриотизм». У нас запланировано открытие флагштока в Камастинском районе. Будет торжественно 10 метров они устанавливают. Вот сегодня у них состоится открытие флагштока. Такие флагштоки уже у нас установлены в городах и районах области. Будет проводиться большая работа по открытию олей независимости в городах и районах Кустанайской области. Спасибо. 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 Ваше поздравление. Ну, я бы хотела поздравить наших Кустанайцев с этим таким таким важным праздником. Все-таки День государственных символов. Он олицетворяет независимость нашего суверенного Казахстана и несет ценности. Самое главное – это согласие, миролюбие, устремленность в будущее. Поэтому я желаю всем быть патриотами своей страны, гордиться своими государственными символами здоровья и благополучия. Вам удачи в работе и до новых встреч в нашей студии. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует Качар. Да, Марья Васильевна, слышим вас. Маргарита Багдад. Я счастлива вас видеть с самого утра. А мы вас слышать. Спасибо вам. Здоровья. Всего самого хорошего желаю вам. Хорошо провести выходные, чтобы было все на высшем уровне. Вот. Ну и личного счастья вам большого. Расцветайте. Пусть ваша программа расцветает все больше и больше. Завоевывает просторы нашего великого Казахстана и вне Казахстана. Всю вселенную надо чтобы завоевала. Спасибо. Вы этого достойны. Спасибо. Ну вот сегодня как бы так праздник символов, да? Да. Вот я хочу прочитать такое стихотворение. Оно есть кстати в моей книге. Давайте. Пожалуйста. Нас зовут Расцветы Ясные. Вновь день страны родной. Вьется в небе флаг наш голубой. Символ нашего Казахстана и народной партии Нуратана. Партия Назарбаева верой, дружбой, правдой и силой она сильна. Партия это мы. Это мир и счастье народам Казахстана. Несет всем партия Нуратана. Все что нам вселенной верено. Мы можем все осуществить. Под руководством Назарбаева, Такаева и партии Нуратана в счастливое будущее шагают народы Казахстана. Вот так вот. Спасибо большое. Мы с энтузиазмом будем дальше идти, жить и работать во благо своей семьи, во благо страны нашей будем продолжать свое дело. Спасибо вам большое. С вашей помощью, мои хорошие. Спасибо. Добро пожаловать. Ну давайте начнем с того, какой же у вас повод привел сегодня в нашу студию, какая интересная выставка открылась. Областная библиотека имени Льва Николаевича Толстого приветствует. Наша библиотека развивается, используя в своей работе новые формы обслуживания. Вот вся наша работа вот в течение вот этой пандемии перешла в онлайн пространство. То есть у нас есть официальные страницы на канале YouTube, страница областная библиотека имени Льва Николаевича Толстого, где мы выставляем свои работы. Это видеообзоры, виртуальные выставки, какие проекты, то есть те мероприятия, которые посвящены памятным и знаменательным датам. Ко дню государственных символов в библиотеке организована виртуальная выставка «Государственные символы. Основа нашей страны». Что значит виртуальная выставка? Это такой небольшой пятиминутный видеоролик, в котором мы рассказываем о истории праздника, о истории создания государственных символов, о авторах государственных символов и так далее. И, конечно, в своей выставке мы предлагаем книги. То есть в данном случае это книги о государственных символах Республики Казахстан. К сожалению, автор гимна Шата Уалиханов и автор флага Шакен Низбеков, их уже нет в этом мире, но их имена вошли в историю как создатели государственных символов. Цель нашей виртуальной выставки – это расширить кругозор пользователей, воспитать уважительное патриотическое воспитание и чувство патриотизма к родине. Государственные символы – это лицо нашего государства, это образ, который мы показываем всему миру. Почему именно такой формат выбрали? Именно виртуальная выставка? Виртуальная выставка – мы рекламируем свои книги. То есть наша основа – это книги, и мы показываем читателям, что у нас есть в нашем фонде. Спасибо. 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 Мы должны быть в этом направлении. Продолжение следует... Какую цель вы преследуете как организаторы выставки, что донести до населения и какую обратную реакцию может быть получать? Ну, как бы мы хотим, чтобы наши граждане узнали о таком празднике 4 июня, не государственных символов, чтобы они прониклись этим днем, как бы вспомнили, что есть такой праздник и что нужно иметь уважение к этим символам, чтобы как бы своей целью, например, чтобы пользователи просмотрели наш канал, чтобы увидели наши виртуальные выставки, видеоролики. То есть как бы мы рекламируем себя, чтобы люди к нам тянулись, к нам приходили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ваши поздравления для наших зрителей. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с Днем государственных символов. Желаю вам крепкого здоровья, нашей стране благоденствия и рассвет. Спасибо вам большое. До новых встреч в нашей студии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжается наш эфир. Обновление костюмов у вас произошло, да? Насколько мы знаем. Расскажите, пожалуйста. У нас каждый год мы шьем один костюм на весь ансамбль. Ансамбль у нас состоит от 50 до 70 человек. И в этом году мы вот год отдохнули, и сейчас мы шили новые костюмы, очень красивые, нам помог той бастар, цех той бастар, также еще три швейных цеха работал, шили и вокалистом, и дамбристом, мужские мастера, женские мастера, это все были отдельные цеха. Сейчас мы к Туркестану подготовили новые костюмы, мы в них выступали буквально два раза на день защиты детей, так что мы так основательно к Туркестану готовимся, чтобы показать, презентовать нашу Кустанайскую область. Также в Кустанайскую область еще у нас поедет в Туркестан хореографический ансамбль «Тарлан». Итого у нас около 90 человек поедет. Как продолжится работа летом? Многие студии закрываются, уходят в отпуск, вы как будете продолжать? Вы знаете, с каждым годом у нас стоит этот вопрос, и мы смотрим, сколько же детей у нас на каникулах останется. Но в связи с такой ситуацией непонятной, деток очень много остается в городе, всем скучно, все сидят в телефонах, поэтому родители стараются летом их отдать в кружки. Поэтому в это лето мы будем работать все три месяца. Сначала домбристов мы уже набираем. Домбра у нас круглогодичный набор идет, так как там по три, по пять человек занятия, поэтому мы быстро эти подгруппы набираем, и у нас это круглый год. А по вокалу, вот мне уже звонят, когда у вас будет следующее прослушивание. Следующее прослушивание у нас будет на конец июля. Сейчас мы вокалистов на конкурс повезем, недельки-две отдохнем, и потом уже начинаем, в начале июля набор начнется, в конце июля уже будет прослушивание на вокал, на новый учебный год. Точную, да, то время можно будет найти, может быть, в социальных сетях где-то информация? У нас страничка студия Желдос в Инстаграм, есть, и там вся информация у нас по прослушиванию, по концертам, по будущим вот концертам сейчас будет День Домбры, пока тоже еще нету даты, времени, так как ситуация такая, что сейчас мы перешли в желтую зону. Заранее не могу говорить по концертам, потому что вот в аэропорту у нас должен был быть большой концерт, дню защиты детей на новой набережной, Керуен, да, называется. И не получилось, потому что желтую зону объявили, и буквально нам запретили выезда, и мы выступали только в сети-центре. Поэтому по Дню Домбры еще у нас нет точных дат, и по Дню Столицы тоже по концертам, пока тишина. По концертам хорошо. Мы готовы всегда. А вообще личные планы какие-то есть, идеи, мысли для воплощения? Воплощение по студии. Хотим расширяться, если все будет хорошо, если мы будем в зеленой зоне на новый учебный год. А то очень просят новый микрорайон филиал открыть. Мы уже работаем с арендаторами, ищем новых педагогов. Кстати, это такой острый вопрос. Мы ищем хороших преподавателей Домбры, именно которые могут хорошо работать с детьми. Вот, у нас две вакансии. Что еще? Хорошо отдохнуть в июле, чтобы с новыми силами наша студия заработала. И мы хотим сейчас снимать клипы. Детям это очень интересно, это ново. Вот сейчас будем пробовать и вокалистов снимать на клипах. Полгода хотим по одному вокальному и Домбровому клипу выпускать. Ну, надеюсь, получится? Мы уже нашли, да, видеографа уже нашли, уже работаем с ними потихонечку, идеи, обучаем уже деток, готовим клипы снимать. Ну, такие детские для памяти, для родителей, чтобы им в радости детям. Конечно. Ну, прямо сейчас ваше пожелание нашим зрителям, пожалуйста. Всем с добрым утром, пусть ваши дни хорошо проходят. Всем крепкого-крепкого здоровья, чистого неба над головой. И вам удачи в фестивале. Большое спасибо. До новых встреч. До свидания, ваша передача. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok